МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выездная жизнь в школе продолжается. Поздние скитания привели участниц к тяжелому началу дня. Доброе утро. Девушек ждут как глубокие приседания, так и погружения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте, девочки, обсудим сегодняшний день. Он был очень сложный. Самое главное, чтобы у вас ложились правильные впечатления, чтобы вы правильно переварили всю информацию, все эмоции. Я поняла, что надо учиться ходить. Еще раз ходить, ходить, и ходить. Хожу неправильно. Но я думаю, что у меня девчонки помогут, и я буду очень стараться. У меня есть хорошие, но у меня в последний момент в спорте не металл. Что мы стояли? Нужно всегда есть хорошие девочки, которые у нас здесь в искусствующем, и они не умеют общаться. Они пришли на конкурс, как ты провокалишь. Том, все это нужно немножко в одной форме преподносить. Я не могу найти общий язык с некоторыми девочками. Мне никогда не сложно ходить общий язык, потому что я, не знаю, как это объяснить. Хорошо на контактах, хорошо всегда я иду с людьми. Просто есть такие люди, которые, видимо, они у меня общаются. Уже чувствую себя в большой семье. Не видно. Вам сказали про ваш тренинг, ну вот как тренинг прошел, сказали, что вы вообще далеко не одна команда, и что у вас вообще нельзя еще на сцену вместе выпускать. Но нужно как-то с этим справляться, пытаться совмещать, чтобы все было хорошо. Ну, просто есть девочки, которые сами не хотят раскрываться. Не идут на контакт. Вы не переживайте, чрезакция предстоит. Все равно, как бы, я думаю, что это все со временем. Я думаю, что у нас все равно, как бы, новка такая. Нет, знаешь, со временем, у нас времени немного. Корпус, красоты, и у нас проблемы с внешним видом. Нужно потерпеть вот эти полтора месяца. Каждый день себя измотать на этот долг, на ногах. Я вообще по жизни не перейти крашусь. Чтобы на камере смотрелось лучше, как бы, то есть, приходится краситься. Потерпите, пожалуйста, этот месяц, чтобы вы были вообще как конфетки. То есть тебе тоже вообще предпочитание. Все, спокойной ночи. Шампунь, лошадиная сила. Сегодня на ногах, за нечистую голову. У нас, между прочим, конкурс был. И там пользовались влаком, и мусором надо было делать самую чумовую прическу. И потом мне сказали, что я некрасиво выкрашу. В избежание следующих замечаний, таких подобных, я решила помыть голову шампунем, кондиционером. Ну все, завтра новый день. Надеюсь, он не будет такой же тяжелый, как сегодня. Доброе утро. Доброе утро. Придерживая плечевой сустав, все, не убейте, только вперед. Расплывает буду собиралась. Тенку надо было уваживать. Доброе утро. Доброе утро. Остановимся. Доброе утро. Доброе утро. Для табора. А, поставил плечевой сустав. Придержится вот так. Вот здесь примерно поддыхать. И делаем полную листочку, то есть вы будете делать раз. Понятно? А мы будем читать. Готовы? И раз! Доброе утро, девушки. Поздравляю всех с прошедшим праздником. Меня зовут Константин, я шеф-повар бизнес-отеля Евразия. В моем видении находятся три ресторана. Это Зимняя мята, Дворянское гнездо и ресторан азиатской кухни Дайкоку. Сегодня мы с вами будем проводить мастер-класс по украшению мороженого. Будем пробовать, украшать. Ваша задача на сегодня выбрать мороженое, какое вы пожелаете, украсить его так, что вы хотите. Чтобы, не знаю, свалить меня на повал с твоим украшением. Я был счастлив, доволен и кричал, научите меня отмелать так же. В принципе, все, можем начинать. Шарики должны путиться, да? Конечно, конечно. Давайте смотреть, что вы сделали. Из того, что мне вот сейчас нравится, вот на данный момент, наверное, что-то вот. Можно было добавить чуть-чуть, буквально какой-то фрукт, выделить какое-то яркое пятно. Я победила в конкурсе мороженого на самое оригинальное и лучше украшенное мороженое. Я использовала все по минимальному, то есть выдержала в классическом стиле. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это душное строение. Он приносит очень много впечатлений. Девчонки, предыдущие, даже визжали. Я хочу на себе это попробовать, потому что я услышала очень много впечатлений. Здесь разнообразная музыка, цвета, вид воды, который бьется со всех сторон, отовсюду и по-разному. Я хочу на этом испроводить на себе. Субтитры сделал DimaTorzok Знаете, это вообще неописуемое что-то. По мне это не хватало временами дыхания, потому что неожиданность и так приятно, такие ощущения, естественно. Это дождь, это туман какой-то вообще так хорошо, так комфортно рассматривающий. И последняя там дождь на всех сторон, такой сильный и холодный, подражающий. Это классно, вообще классное ощущение. Зрители даже не представляют, какие испытания выпадают на нашу долю. Сейчас мы укроемся. Огутаемся. Чтобы холодно не было. Сейчас что мы будем ждать девушек? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Предлагающему вниманию сос к куриной печени. Он подается у нас с меморезом сосного приготовления. На второй у нас будет суп. И на горячий бутинный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обычный суп будет морского, у меня. Расслабляемся. Сейчас почти нет разницы между выходными и бутинами. Ну, потому что выходные полностью заняты учебой, а будние конкурсы. Мы тут не совсем отдыхаем. А кто-то говорил, что по-троиместу будем отдыхать. Мы должны работать, работать, работать. Поэтому в первую конкурсу-то и надо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ученицы борются не только за корону и эфирное время, но и за свои половинки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это Катин, парень. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он бывший твой, смыслый? Да. Да? Да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вы знали друг друга, да, Ильиджа, что это один и тот же? Да, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тихо. Опять зацепка. Макарно. Чем разрешится щекотливая ситуация? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь еще просто шикарная атмосфера. Так приятно. Так сначала зашли сюда, не знаю, как девочки, но у меня вот сразу так расслабьет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы нагреваем чайный листок. От этого он дает нам аромат. Чем больше будет теплого воздуха, тем больше будет приятного аромата. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нам показывали, как правильно нужно заваривать чай, как его пить правильно. Интересно вот это вот само, как заваривается, как-то вот особенно там разливать это все вот, несколько раз там все переливать. Нам сказали сегодня то, что, допустим, у каждого человека своя чашечка, да, и вот свой аромат какой-то, когда ты пьешь, он остается в ней. Непонятно, каким образом, конечно, но аромат человека остается. И когда, допустим, если аромат приятный, у чашечки, допустим, любой девушки, да, то, значит, она человек хороший внутри. А если как-то не нравится тебе аромат, значит, ну, не то что-то. Сейчас, наверное, хочется расслабиться, отдохнуть, полежать. Предстоит, конечно, многое, ну, нужно собраться. То есть сказать, что через полчаса после чая уже такая бодрость наступает. Ну, посмотрим. Традиционная игра на имидже – это фанты. Игра, которая помогает не только, ну, посмотреть и понять, кто на что способен или не способен, проверить, насколько он готов открыться и расслабиться, и сделать то задание, которое мы вам придумали. Здравствуйте. Разбросите. Да. Да. Действительно. Ну, да. Да. А кто откроет, пойдет? Кто самый смелый? Готовы? Давайте вот-irs. Открывай. Что это? Давайте смотреть. Кажется, это сладость. В общем, это какие-то вафли, девочки. Я предлагаю сейчас всем попробовать. Вкусно очень-очень. начнем с александры потом юля будет вот так вот по 1 1 1 1 подходите достаете читаете вслух 20 секунд думаете и начинайте выполнять 10 карамелек и произнести произнести три раза я веселый толстенький губа шлёп я веселый толстенький губошлёп я веселый да ну аплодисменты нарисовать портрет своей соседки маркером держа его зубами я вообще честно говоря боялась что мне попадется какой-нибудь вообще сумасшедшее задание а это было как раз по мне потому что я люблю рисовать этот способ очень необычный но мне интересно было его попробовать тяжело для непристойной фотосессии с тарелкой со сладким соусом с каким-то кремом и чтобы тебя фотографировали так близко мне не знаю я я не могла бы сделать что такое непристойное если мне попалось это задание бы конечно его выполнила но если честно я от него не в восторге было ну что кто следующий изобразить трех спортсменов без звуков чтобы помылька отгадала я тебе сейчас могу рассказать не дай я посмотрю хоть что-то тогда это ты знаешь что такое нет у меня были такие виды спорта как керлинг пола и художественная гимнастика я не понимала вообще что нужно было изобразить и как бы тяжеловато я думаю заданием не справилась девочка точно не помню как ее зовут она виды спорта представляла она была очень скована очень стеснялась и мы ничего не поняли нужно было долго просить ее покажи то покажи это в общем не не понравилось я не люблю когда человек скован сложность в том что вот опять же вам все скажут что блин как мы выглядим да я даже смотрю на глаза некоторых кто делает так вот друзья мои не надо бояться профессионалка пошла сейчас она нам покажет ой изобразив индейского мамонта о нет шамана произнести заклинание поцеловать пол я вообще не помню когда последний раз играла фанты мне было не тяжело потому что хотелось своим примером поддержать девушек чтобы они раскрепостились бубенки барабан нужен да а а а а а Я шаманом била в бубны и кричала заклинания. И для меня вообще это как выплеск эмоций какой-то. Все, что накопилось сзади, все, что осталось, вот эти частички, я все выплеснула. И мне стало легче. Достать из тарелки с мукой три конфеты только губами. О май гад. В носу у тебя мука, во рту мука, тут везде все висит, у тебя мука, тут вся майка в муке. Было довольно-таки весело, особенно тот момент, когда она носом выдыхала эту муку и была похожа на какого-то слона. Мука была везде, вокруг меня. Это неприятно, но, знаете, я даже не думала, как я выгляжу, потому что это был конкурс. Расставить 10-15 участников в разных образах и сделать групповое фото. В общем, мы как бы придумали такую сценку, то есть, что мы за кулисами находимся, и девочки там, не знаю, дерутся, кто что делает. Кто кого-то кусает, кто там юбку выдирает, кто душит друг друга. В общем, получилось очень интересно. Я надеюсь, как бы, на взаимопонимание, какую-то солидарность среди девушек, и надеюсь, что таких ситуаций не возникнет. В течение трех минут признаваться в любви всем игрокам без слов. Ну, текайте. Поехали. Какая-то милая. Воспользовавшись гелем, лаком, расческой, мне дали только лак сделать себе сумасшедшую прическу. Я рада, что мне не попалось это задание. Это было бы проблемно, потому что пришлось бы мыть голову, и наутро я бы встала вот с такими волосами, потому что они у меня дико кудрявые. Я зверю. Жалко, волосы было чуть-чуть, но ладно, я согласилась. Было весело. Ну, девочки, близимся к финалу. Мы продолжали вескивую клык в люб っ כלatorio. В течение трех минут… Белка глубокая! Мы жгаем… Для всех всвынь! Он не знал. Мы с nombreю клык в Белке. Я была очень бешеная и укушенная. Позвонить парню одной из участниц и в течение трех минут не останавливаясь истерить за то, что гости собрались, а его до сих пор нет на вашей свадьбе. Дайте телефон у кого есть. Это Катин парень. Он бывший твой, смыслный? Да. Не, серьезно? А вы знали друг друга? Да, они видят, что это один и тот же. Тихо. Ну, Катя Ковязина конкурсантка одна. Мы с ней давние одноклассницы. Мы в одной школе учились и у нас так получилось, что я встречалась с молодым человеком давно и теперь она с ним встречается. Ну, это не лапстори, просто я помню его номер телефона. 8922 262 Телефон, на самом деле, очень легкий и она его запомнила. А я как-то, ну, есть и есть. Я знаю, что он меня любит и у нас все хорошо. Макар, ну, где ты ходишь? Ну, на свадьбу скоро начнется. Гости уже собрались. Ну, где ты? Ну, как можно не прийти на свадьбу любимой девушке? Ну, как так можно? Все гости собрались. Я стою в свадьбе. Ой, платье. Даже бывшие твои здесь обе. Куда приходишь? На свадьбу куда? Алло, Макар, привет. Это тебя, с тобой просто разговаривала девушка, участница конкурса «Имидж». Твоя дама дала ей телефон, мне было задание позвонить тебе и истерить в течение трех минут, почему ты не пришел на ее свадьбу. И тебе, девочки, «Имидж» аплодирует сейчас. Поговори с ним. Тихо-тихо. Привет. Так, ну, на самом деле, Кристина дала свой номер. Да. Потому что я не знаю его наизусть. Я знаю. Давайте обсудим, как у нас прошла игра, фанты. Какие впечатления у всех. Мне очень понравилось, как бы я прям хотела-хотела. Вот. И какие сделали выводы по поводу девочек. Ну, девочки начинают показывать себя такими, какие они есть на самом деле. То есть они пытаются воскрепоститься и не быть уже скромными. Но все равно есть девушки, мне кажется, которые как-то не могут перешагнуть и, ну, держат марку. С одной стороны, наверное, это правильно, потому что это же будущее королевы. Ну, каждая из них, как бы они же представляют. Вот. Но с другой стороны, это задание, как бы, почему другие делают это, а почему ты считаешь, что это не для тебя. Стоит утроить тему жаловались посторонние люди. Да. это Сахарова Тамара и Шестакова Екатерина. Когда они начали ругаться, причем... Очень громко и очень грубо. Да. И когда просто люди посторонние к нам подходили и говорили, что это у вас за девочки, это ненормально. Мне кажется, к Тамаре уже пора применять очень жесткие наказания и привлекать к этому Анну Воронова. Мне кажется, иначе Тамара не поймет. То есть ты навыкаешься по поводу номинации? Да. Я думаю, ей нужна номинация. Я могу согласиться. Потому что слишком много происшествий, именно связанных с этой девочкой, за последнюю неделю. Игры закончились. В школе оглашают списки на отчисления. Обе вместе встали и вышли отсюда. Идете собирать вещи обе. Кто оказался за порогом школы имиджа, смотрите завтра. Субтитры сделал DimaTorzok